Рассказываем миру об Украине. Меня зовут Даша Вершилинка. Здравствуйте. По всей линии фронта боевики массово применяют тяжелое вооружение. На Луганском направлении из артиллерии обстреляли Троицкое, а из тяжелых минометов также на Возвановку и Попасную. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия били по Крымскому, Новоалександровке и по станице Луганской, где должно состояться разведение сил. На Мариупольском направлении открывали огонь из тяжелых минометов по Красногоровке, Марьинки и Широкино. Под обстрелами из разного вооружения также Павлополь, Кнутово, Толоковка, Новотроицкое, Широкино. Работали и снайперы. За сутки ранены двое армейцев. На Донецком направлении из 120-мм минометов российско-оккупационные войска обстреляли Луганское. Из гранатометов и стрелкового оружия Авдеевку, Зайцево и Опытное. По пескам огонь вел снайпер, а по Луганскому БМП противника. Два года кровавого обстрела боевиками Мирного Мариуполя. 24 января 2015 года наемники так называемой ДНР огнем накрывали жилой массив Восточный и рядом поселок Виноградный. Применили реактивные системы залпового огня, град и ураган. Погиб 31 человек. Более сотни ранены. Были повреждены десятки домов и объектов инфраструктуры. Спецмиссия ОБСЕ установила. Обстрел произвели боевики с оккупированной ими территории. В свою очередь СБУ привела доказательства. Жилые кварталы атаковали из российской артиллерии и по приказу офицеров российской армии. Сегодня Мариуполь вспоминает погибших. Прошла общегородская минута молчания по жертвам теракта. Санкции против России, введенные за ее агрессию, должны сохраняться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ. Заявила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Бетса. Накануне новоизбранный президент парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмонт высказался за снятие с федерации политических санкций, наложенных за аннексию Крыма. В апреле 2014 парламентская ассамблея ограничила права делегации России, лишив ее права голоса. В январе 2015 продлила санкции до апреля этого же года. В знак протеста делегация РФ заявила о приостанавливании своих контактов с ПАСЭ до конца 2015 года. Немедленно освободить активиста Владимира Балуха и всех политзаключенных. С таким требованием к российским властям обратились украинские правозащитники. Накануне в парламентской ассамблее Советы Европы провели мероприятие «Крым просит справедливости». Украинская делегация рассказала о нарушениях прав человека в оккупированном Крыму, насильственных исчезновениях и политических преследованиях. Преследование Владимира Балуха – это яркий пример того, как фабрикуются в Крыму уголовные дела против украинских активистов. В декабре прошлого года ФСБ провела третий необоснованный обыск в домах крымчанина и его мамы. Суд арестовал Балуха, обвинив в незаконном хранении оружия. Только за то, что он имел смелость заявить о своем несогласии с аннексией Крыма, поднять флаг Украины на крыше своего дома, а на стене повесить табличку «Улица Героев Небесной Сотни». Отправили отбывать наказание. Из ростовского СИЗО троих крымских мусульман – Нори Примова, Феррата Сефулеева и Рустема Ваитова – увезли по этапу. Об этом сообщила правозащитник-координатор проекта «Свобода слова» Яна Гончарова. Руслан Зайтулаев остался в СИЗО, ожидает пересмотра дела. В сентябре прошлого года суд в российском Ростове-на-Дону огласил приговор. Зайтулаев, как якобы организатор ячейки Хизбут-Тахрир, получил 7 лет колонии общего режима. Сефулаев, Ваитов и Примов – по 5. Всех четверых арестовали зимой 2015-го по обвинению в участии в Хизбут-Тахрир. Эта исламская организация отнесена в России к террористическим. Президент Украины Петр Порошенко с официальным визитом в Финляндию. Он встретится со своей коллегой Саулини Нестё, премьером республики и спикером парламента. Также с украинской громадой Финляндии. Дипломатические отношения Киев и Хельсинки установили 26 февраля 1992 года. Накануне Петр Порошенко посетил с официальным визитом Эстонию, провел встречи с высшим руководством страны. Президент Эстонии Керсти Кальюлайт подчеркнула, что санкции против Кремля нужно сохранить до полного выполнения России Минских соглашений. Первые шаги в большую политику. В Верховной Раде стартовала программа стажировки молодых специалистов в комитетах парламента. Полгода 59 интернов будут перенимать управленческий и законотворческий опыт в стенах парламента. Тему продолжит Ярослава Гурбек. Свой билет в большую госкарьеру в кулуарах парламента демонстрирует Кира. Это удостоверение участника программы стажировки в Верховной Раде ей досталось непросто. Выпускница университета имени Тараса Шевченко прошла два тура конкурсного отбора. На одно место претендовали 8 человек. Как человек с активной жизненной позицией, я хочу присоединиться к процессам реформирования в нашей стране. Поэтому боролась за шанс попасть на стажировку в Раду. На первом этапе отбора я заполняла анонимную анкету с общими вопросами. Второй этап – тест на знание Конституции и собеседование. Так, конкурсный отбор прошли 59 молодых специалистов из более чем 400 претендентов. Главные требования к кандидатам – возраст не старше 29 лет. Диплом о базовом высшем образовании по любой специальности. Приветствовало знание иностранных языков. Наши интерны стажируются во всех секретариатах, комитетах и в управлениях Верховной Рады. В программе на полгода лекции и экскурсии в органы государственной власти, встречи с политиками, учеными. Программа работает уже 22 года. За это время ее прошли более полутора тысячи специалистов. Треть из них осталось работать в госструктурах. Один из выпускников программы 2000 года, сегодня депутат Валерий Карпунцов, делится воспоминаниями. Эта программа изменила мою жизнь и мой карьерный рост. Эта программа дала мне знания, знакомства, благодаря которым я, парень с периферии, попал в политику в Центральный штаб Украины. Там начался мой рост как юриста, специалиста по избирательному праву. Далее я стал депутатом Киевского городского совета, затем народным депутатом. Это единственная официальная программа стажировки молодежи в стенах украинского парламента. Реализуется аппаратом Верховной Рады и общественной организацией Лига Интерном. Поддержку в реализации предоставляет программа USAID Рада, которую реализует фонд Восточная Европа. Максимум информации о Киеве для туристов. Где остановиться, поесть, что посмотреть, куда сходить. Ответы на эти вопросы можно получить прямо в аэропорту. Пока, правда, только одном, но такие туристические островки обещают размножить. Татьяна и Алина прошли многоэтапный кастинг, чтобы получить работу в новом центре. Им в числе первых встречать гостей столицы. А значит, должны в совершенстве владеть языками и знать историю Киева и Украины. Каждый из сотрудников представлял информацию себе, что он знает о городе, какой язык учил, какой собирается учить, какой учит, собственно, где он предварительно работал, связан ли это было как-то с Киевом. Теперь девушки делятся своими знаниями с туристами. Помогают организовать лучшие экскурсии по столице, ищут удобную гостиницу, подсказывают, где отведать национальной кухне. Это может быть ЖД-билеты, резервация этих же билетов, найти что-либо, автобусы, самолеты. Информация по местам питания. Что можно посетить в этот день, если у человека недостаточно времени. Допустим, он приехал, у него стыковка рейса. Допустим, у него шесть часов. Что можно в сжатый срок увидеть в Киеве? Что конкретно? Какие места самые хорошие, правильные, красивые достопримечательности Киева? Такие центры нужны для того, чтобы можно было быстро получить информацию о концертах, о музеях, о выставках, о которых не всегда можно получить информацию через аэропорт. Это повышает туристическую привлекательность нашего города и улучшает обслуживание в нашем аэропорту. Поэтому это естественно, что такой вид услуг появился в аэропорту. По данным Ассоциации аэропортов Украины, услугами Международного аэропорта Киев в прошлом году воспользовался один миллион пассажиров. Две трети из них – туристы. Туристические информационные центры – это очень замечательная вещь. Они будут способствовать перевозкам. Согласно статистике, 67% авиапассажиров – это туристы. Небольшая часть – частные перевозки и бизнес-перевозки. Поэтому это полезная вещь в развитии и местности Киевской области и вообще Украины. И для авиакомпаний стимул привезти больше пассажиров. Туристический центр в Киеве – первый из шести, которые планируют открыть в украинской столице. Подобные появятся на Центральном железнодорожном вокзале, автовокзале. В основном в туристических местах и Международном аэропорту Бориспель. Алена Клеско, Олеся Гурбик, Евгений Савицкий, Владислав Посудевский, UATV. Приглашаем вас в Украину. А пока на этом прощаемся и уже готовим следующий выпуск новостей. Субтитры создавал DimaTorzok